Доброе утро, мои хорошие! Сегодня мы с вами будем кушать пельмешки. Я знаю, что недавно они были, и может быть, немножечко вам они даже поднадоели. Но просто у меня в холодильнике не было ничего вкусненького, кроме как пельмени, поэтому я решила снимать это видео. Здесь у нас, значит, майонез. А еще, кстати, я сделала такой необычный макияж. Сегодня у нас какой день недели? Наверное, вторник. И мне никуда не надо. И я настолько была рада тому, что мне никуда не надо, Я сидела, наверное, где-то полтора часа делала этот макияж. Обожаю смотреть какую-то передачу в ютубе. И сделать макияж. Вообще, что бы я ни делала, я очень люблю, когда у меня на фоне что-то... Ну, кто-то разговаривает, так можно сказать. Даже и мукбанки вот люблю на фоне. Я, например, убираюсь в комнате, а у меня на ноутбуке... Включен мукбанк, кто-то разговаривает, рассуждает, рассуждает, кушает. А я занимаюсь своими делами. Сегодня утром смотрела интервью Ани Рудниевой. Это из-за ронеток. Вообще, в моем детстве я была совсем маленькая, мелкая. И очень нравились мне ронетки. Я просто фанатела, просто вся комната была в их плакатах. И больше всего мне нравилась Лера. И сейчас смотрю, как они там друг друга обсирают, что-то плохое про друг друга рассказывают. Вот в этом и заключается вся соль. Когда ты работаешь на продюсера, продюсер может какую песню поставить, под ту и ты и должна плясать. А не хочешь, будешь вынуждена платить неустойки. Условия контракта, конечно же, никто не читает. Пусть, когда у тебя YouTube-канал зарабатываешь в разы, в разы, в разы меньше. Но зато ты сама себе хозяйка. Никто не может ничего тебе сказать. Там интервью, наверное, часа два. Я вообще лет, наверное, шесть уже не смотрю вообще телевизор. У нас только бабушка смотрит какие-то азербайджанские каналы. Кроме YouTube-а не смотрю ничего. Взяла ноутбук даже в ванной. Даже в ванной, когда лежу, у меня на телефоне включена какая-то передача или какой-то мукбанг. Я неторопливо начинаю купаться, смотреть. Я настолько зависим от YouTube-а. Мне кажется, ни один мой зритель настолько независим от YouTube-а, как я. Я не только создаю какой-то контент для YouTube-а, но и сама зритель. здесь один килограмм пельмешек, может, чуть больше. Вот. Как мне захотелось пельмешек. Да и больше ничего дома не было, к сожалению. Сегодня уже сама буду что-то мастерить и снимать. под прошлым видео много кто написал, что вот выложил фотографию с братом в Instagram. Я в Insta Stories выложила фотографию, правда, старую. Всем на удивление он очень понравился, хотя фотография очень старая. Наверное, года 4 этой фотографии. я поставила опросник и спросила у вас похожи ли мы. И как вы думаете? Знаете, 50 на 50. Я смотрю на опросник и вижу, что большинство проголосовало за то, что мы не похожи. Потом прошло буквально 2 часа, опять смотрю, уже нет, уже похожи, потом опять не похожи. В общем, 50 на 50. Там варьируется так, например, 48%, 52, потом 50 на 50. в историю выложила. У меня брат не особо любит соцсети, у него даже инстаграма нету, а одно время был, и там даже ни одной фотографии, там лайкать каких-то девушек, не знаю, подписаться на каких-то девушек. Это вообще не тема моего брата. Он очень далек от всех этих штук. Ему реально безумно стало приятно, когда он читал комментарии под видео, где вы все пишите, что у него такой приятный голос. он прям порхал. Вот. И все пишут в комментариях, и в инстаграме мне пишут, сними совместное видео с братом. Ну, блин, очень далеко он находится от меня, и в ближайшее время я его, к сожалению, не увижу, чтобы поехать в Саратов. Нету самолета, нужно ехать на автобусе, ой, на поезде, причем 3 дня. сначала нужно поехать в Ростов, а потом туда. В общем, целая история. Мы когда видимся, видимся, не знаю, на день, на два. Если получится, сниму. Или еще? Очень частый вопрос. Сними видео на азербайджанском языке. Я не могу снять на азербайджанском языке, потому что у меня канал русскоязычный, и в настройках ютуба тоже стоит русский язык. Вы, к сожалению, не разбираетесь во всех тонкостях ютуба, и, например, некоторые говорят, расскажи про какие-то политические моменты, но у меня на канале нельзя затрагивать какие-то политические моменты, вы видите, что как только я начала говорить про вирус в Китае, так сразу это видео меня заблокировали. Так что ютуб вообще, я вам так скажу, это очень серьезная сеть. Это почти то же самое, что телевизор. Никогда не сравнивать инстаграм и ютуб. Вот то же самое было вконтакте, помните? И что одно время инстаграм вытеснил просто контакт. Сейчас уже мало кто пользуется контактом. Если честно, мне не очень нравится инстаграм, я просто вынуждена им пользоваться, потому что все есть в инстаграме и так далее. потому что я считаю, что инстаграм поступает не очень честно к своим пользователям. Во-первых, он показывает рекламу. Когда вы, например, листаете стори с ваших друзей, например, вы видите рекламу. И за эту рекламу не получает деньги никто. Насколько это честно, ребята? Мне кажется, нет. Хоть и ютуб отдает какой-то маленький процент вам, но инстаграм не отдает ничего. Он зарабатывает все себе и ноль кому-то. А все эти блогеры, да даже вы, выставляя свои фотографии в инстаграм, даже не имея большую аудиторию, получается, делаете какой-то контент. Контент для инстаграма. Правильно? Поэтому когда вы выкладываете фотографии в свой инстаграм, пусть вы не привлекаете большую, например, аудиторию, но те же ваши друзья, они не будут сидеть в инстаграме, если большинство их знакомых в инстаграме нет. Поэтому я считаю, что инстаграм должен как-то делиться денежками, хоть и небольшими, со своими партнерами. У тебя, например, возникает какая-то проблема. У меня одно время я не могла ставить лайки на фотографиях. И что вы думаете? Во-первых, всех поддержка вообще не отвечает. Ты еле находишь номера, там узнаешь как, что, почем, и выясняется, что решаете сами как-то. Не знаю, создайте другой профиль. Я не знаю, может, я просто не настолько хорошо владею этими всеми способами, но, честно, вот как соцсеть, мне, например, если сравнивать тикток и инстаграм, хоть я снимаю малое для тиктока, кстати, ссылка на мой тикток будет в инфобоксе, вы можете зайти, подписаться на меня, если хотите. Мне в тиктоке, если честно, больше нравится сидеть, чем в инстаграме, именно из-за вот этих вот нечестных моментов инстаграма. В ютюбе у тебя какая-то проблема возникла или кто-то выложил твое видео без твоего разрешения, например, да, ты сразу можешь подать жалобу, ее сразу рассмотрят в течение дня. Если тебе, например, ну, конечно, ютуб это компания гугл, а компания гугл это ой, как вкусно, ой, как вкусно, ребята. Три килограмма пельмешек в день, я счастлива. Папа должен был приехать, но, к сожалению, не приехал. возникли некоторые проблемы с документами, в общем, он остался пока что на даче решать эти проблемы и, наверное, скорее всего, приедет где-то через недельку, может, через ней десять. В общем, затянулись дела, а я тут прибралась, а я тут приготовила всего. Вот так вот. Вот кто-то, кстати, мне пишет, что ой, надоело, но и тоже. А здесь люди опять хотят роллы. Хотя они были вчера. как же это вкусно, ребята. Я всегда любила пельмяешки, даже в детстве. И вот эта любовь, она протянута до конца жизни. вот многие как-то пельмяешки ассоциируют, не знаю, со студенческими годами, когда у тебя там нету денег особо и все такое, но я считаю, что пельмяешки и бюджетная еда, и очень вкусная. Кстати, ссылочку я оставлю вам в инфобоксе, можете зайти и посмотреть, как готовились наши пельмяешки. Это идеальное тесто, как вы видите, они вообще не разваливаются. Вот. Вот. Давайте поотвечаю на вашу, на ваш вопросе. В какую страну ты хочешь поехать отдыхать? Я вам раньше говорила, что я хочу поехать отдыхать в Китай, но сейчас у меня поменялось вообще мнение обо всем об этом. Я всегда думала, что вот они все едят и с ними ничего не происходит, почему и мне не попробовать то, что они едят. Ребята, сейчас не к столу. но я видела видео в ютюбе с какого-то рынка, где продают змей, вот так вот режут и по килограммам продают змей, летучих мышей, каких-то крыс, а самое-самое, знаете, неприятное, что продают собак, собак, чтобы покушать. ладно, давайте не будем об этом. Есть интерес к турецким сериалам. Раньше было интересно, но сейчас что-то в последнее время нет. Тут же вот этот ветреный, да блин, как все затянуто. нет. вообще я сериалы не люблю и даже свои ролики в ютубе я стараюсь делать что это, господи человек на крыше надеюсь, он не собирается броситься оттуда в общем что я говорила а, в общем, я очень ценю свое время, лучше я посмотрю 3 видео например, 4 видео, но они будут короткие, чем я буду смотреть 2,5 часа, одну серию сериала хотя не спорю, я это делала но просто уже как-то надоело я как-то больше ценю свое время сериал это такое, знаете, затяжное ты ждешь новую серию там по телевизору это вообще неохота сидеть, ждать, что ой, когда выйдет с цели дела отменять какие-то легче ютуб алёк ну, ну ты в общем на этом все спасибо что досмотрели это видео до конца если оно вам понравилось то обязательно ставьте лайки подписывайтесь на мой канал мне будет безумно приятно я вас всех очень сильно люблю с вами лайк и эмили всем пока